А теперь о детях и подростках, которые нуждаются в серьезной поддержке профессиональных врачей. В Верхней Волжье диагноз ДЦП имеет более 600 детей. Зачастую, чтобы научить ребенка банальным вещам, держать ложку, одеваться, сидеть, приходится приложить немало усилий и времени. И здесь нужны специалисты. Получить их помощь дети могут в областном лечебно-реабилитационном центре. Тем продолжит наш корреспондент. Основная проблема ДЦП – это двигательные нарушения. У одних пациентов они выражены сильнее, у других – в легкой форме. Но в любом случае для нормального качества жизни необходима регулярная реабилитация. Дети от года и до 18 лет могут получить такую помощь в Тверском областном лечебно-реабилитационном центре. Там проходит восстановление 12-летний Саша. Вместе с инструктором мальчик выполняет упражнения. Большой, 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 большой. Ой, как хорошо, ручка дала. Молодец. Порой движения пациентам с ДЦП даются с трудом. Но ребята терпят. Ведь главная цель – встать на ноги и адаптироваться в быту. А потому занятия нельзя прекращать ни на день, говорит мама Саша. А в реабилитационном центре процесс идет под контролем специалистов. Персонал хороший, доктора отличные. Результат любая реабилитация имеет. Он стал сам сидеть маленечко, переворачиваться в разные стороны. Ну и разговаривать стал лучше. Кроме лечебной физкультуры, пациентов ждут занятия на тренажерах. В детском отделении теперь их целый комплекс. У каждого свое назначение. Вот на таком занимается пациент Ваня. Тренажер для развития силы выносливости рук и ног. Сейчас на данный момент мы крутим ручки, чтобы они были сильны, и чтобы на силу равномерно распределялось. При ДЦП зачастую бывают нарушены когнитивные функции. А потому с детьми в рамках программы реабилитации работает целая команда врачей. Реабилитологи, инструкторы ЛФК, логопеды, психологи и другие специалисты. Благодаря этим бригадам мы формируем специальный индивидуальный реабилитационный путь для каждого нашего пациента. В нашем распоряжении находится новое высокотехнологичное оборудование. Интерактивная система виртуальной реальности, которая называется Нирвана. Там можно развить координацию движений и когнитивные функции. Виртуальная картинка, которая исчезает или же меняется при прикосновении, радует детей. Всего за год помощь получили около 500 юных пациентов. Бесплатно проходят здесь реабилитацию на стационаре и амбулаторно. Причем дети не только с ДЦП, но и при других заболеваниях и после травм. Детишки к нам, пациенты, направляются по направлению врачей-специалистов из городских, областных, медицинских учреждений. На базе нашей поликлиники работает революционная комиссия, которая оценивает состояние пациентов и принимает решения уже по проведению революционного лечения. Всего в стационаре центра 150 коек, 40 из них детские. В медучреждения ежегодно обновляется оборудование. Так, в 2022 году на эти цели выделили из федерального бюджета 58 миллионов рублей, 10 из регионального. Было закуплено более 60 единиц техники. Как отметил глава региона, повышение качества медицинской помощи – одно из приоритетных направлений развития. Для Тверской области формирование современной, эффективной и доступной системы медпомощи населению на всей территории региона является приоритетом. В этом году для лечебно-реабилитационного центра будут приобретены еще 159 единиц необходимого инвентаря. Продолжение следует...